Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш цикл, посвященный сихру колдовства и магии. И в прошлых лекциях мы разъяснили об определении сихра, то есть что такое сихр, как ученые растолковали, объяснили именно что является сихром, колдовством. Также мы провели доводы, доказательства о существовании, наличии, что это является именно реальностью, а не какой-то абстракцией. Из Курана мы провели аяты и, иншаллах, в сегодняшнем эфире мы из сумны посланника Аллаха, расскажем о наличии сихра, о доказательствах, которые говорят нам о том, что это не является какими-либо суеверием или предрассудками, сутками, а является именно сихр, является той вещь, которая имеет реальную природу. Имам Аль-Бухари передал Ата-Аиши, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заколдовал, на него навел порчу человек по имени Лабид ибн Аль-Асам, который был из племени Бану-Зурайк. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, после этого, когда навели на него порчу, ему казалось, что он сделал что-то, тогда как он этого не делал. И он начал вызывать, просить у Всевышнего Аллаха помощи. И к нему пришли два ангела, то есть к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и они в форме диалога между собой беседовали, и указали посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что предмет, на который сделали сихр, который взяли волосы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которые были на бороде и на голове, и из этого сделали порчу, и было это спрятано в колодце Зарван. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сходил туда с группой сподвижников, и когда вернулся, сказал, Аиша, о Аиша, что вода колодца как будто была похожа на настой хны, а верхушка пальмы, то есть, в которой были вот эти волосы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обвернутый, на который сделали сихр, колдовство, оно было как будто бы похоже на голову змеи. И тогда Аиша, раздельллаху алейхи, говорит, я спросил у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ты извлек их? И он ответил, Аллах уже исцелил меня, и я желаю, чтобы это не навредило другим людям и велел закопать предметы колдовства. То есть, в этом хадисе, в достоверном хадисе разъясняется, что сихр, колдовство, порча, оно даже подействовало каким-то образом на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что он почувствовал недомогание. Но, конечно, разума пророка, саллиллаху алейхи вассалям, она не коснулась. И когда человек, он уповает на Всевышнего Аллаха, когда человек защищен, то это бывает в форме легкого недомогания. Но если человек не защищен, не читает определенные молитвы, то если воля Аллаха будет, это коснется, если не будет, может не коснуться. И если коснется человека, то это может быть, как мы ранее говорили, разные виды сихра. То есть, сихр — это не один вид. У него есть разные виды. И, иншаллах, в последующих эфирах мы каждый из этих видов сихра будем разбирать и также разъяснять, как лечиться от этих видов. Имам Аль-Бухари передал от Абу-Гурайры, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Избегайте семи губительных смертных грехов. И тогда, кавалю, сподвижники спросили, я Расуль Аллаха, упасанник Аллаха, Каковы же они? Какие эти грехи? И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, первый, Ашширку билля, предавание сотоварища Всевышним Аллаху. Второй — это сихр. Убийство человека, без права на это, то есть Всевышний Аллаху, который запретил. Расставщичество, то есть проценты. Присвоение имущества сироты. Бегство в день наступления, то есть при битве. И обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о подобном. Это одно из семи грехов. То есть семь грехов, которые самыми большими являются. Одно из этих. Это также обвинение целомудренных женщин в прелюбодеянии, которые даже об этом они не думают даже. Это, к сожалению, бывает распространено. И если обратить внимание на эти мубикат, то есть на эти грехи, семь смертных грехов, идет одно из них — сихр. То есть сихр, она может быть даже, если туда несколько вещей будет включено, и на первом месте стоять. Почему? Потому что первое, что сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, это предавание соучастников Всевышнего Аллаха. Вот когда сихром человек занимается, в большинстве случаев он совершает обряды куфра и ширка. То есть уже туда входит вот этот первый. Второе, то что сихр бывает, это или до сумасшествия, или до убийства, и так далее, людей может доходить. И если человек занимается именно сихр, колдосудие, на убийство человека, он уже два-три греха совмещенные, это получается, с самым большим грехом занимается. Потому что там бывает и ширк, там бывает и убийство, там бывает вот это колдовство. И в этом хадисе пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, велел нам избегать колдовства. И объяснил, что оно относится к числу губительных великих грехов. И пояснили мы почему. Почему? И это доказывает, что сихр это хак, это истина. И оно действительно существует. И не является каким-либо суеверием или же предрассудком. Колдовство, как ранее мы говорили, это знание. То есть это как ремесло, наподобие ремесла, которым можно обучиться. Об этом также свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха, которые мы приводили в прошлой лекции. Что они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой. То есть ангелам Гарут и Марут, которые в Вавилоне были, у них обучались, как разлучать мужа с женой. То есть когда говорится обучались, то есть это не как дар. Некоторые думают, что это дар какой-то. Дар это бывает у тех людей, которые соблюдают закон Всевышнего Аллаха. Которые соблюдают закон Всевышнего Аллаха. Не уходят от рамок дозволенного, которые строго следуют по пути Всевышнего Аллаха. И Аллах им, как свою милость оказывая, может какие-то караматы, чудо даровать таким людям. Но колдовство это не это. Колдовство это тот человек, который занимается запретными вещами, поклоняется не Аллаху, делает куфр, обряды ширка, который людей разводит и так далее. То есть тот, который вредно носит обществу. Этот человек, у него не может быть чудо. Этот человек, он обучается этому ремеслу. Ремеслу, как войти в контакт с джинном, посредством чего, и сотрудничать с ним. То есть это не является никаким божественным чудом. Это ремесло, которому можно обучиться. Это знание. И так, как колдовство является знанием, оно подобно другим знаниям. И тоже имеет определенную основу, на которой оно построено. И аят, и хадис, они свидетельствуют о том, что обучение колдовство является запретным. Имам Муслим, сын сборника Сухих, передал, что посланник Аллаху, саллиллаху алейху асаляму, сказал, если человек придет к предсказателю и спросит его о чем-нибудь, то его молитва не будет принята в течение 40 дней. То есть человек просто пришел к предсказателю, спросил у него, поинтересоваться пришел. У него не будет молитва приниматься 40 дней. У такого человека дуа не принимается. Также от Амрана ибн Хусейна передается то, что передал Аль-Базар, что посланник Аллаху, саллиллаху алейху асаляму, сказал, не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в это. То есть дурные приметы. Тот, кто занимается предсказаниями или слушает их. И тот, кто колдует и прибегает к помощи колдовства, пришедший к предсказателю и поверивший в им сказанное. То есть кто пришел, спросил у этого колдуна Сахира и поверил в то, что он сказал. Проявил тем самым не веря в то, что не способно пророку Мухаммаду. Саллиллаху алейху асаляму. Имам Аль-Мунауи, мухаддис, толкователь хадисов, он комментируя слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейху асалям, сказал, когда пророк говорит, не из нас тот. То есть это означает, что не из пути ислама, не из пути сунны, ибо это деяние времен джагилия, невежества. В этом хадисе посланник Аллаху алейху асаляму запретил людям считать, что колдовство может оказывать воздействие само по себе. То есть верующие должны быть убеждены, что колдовство, как и все остальное, оказывает воздействие только по воле и предопределению Всевышнего Аллаха. Как в прошлом эфире мы упомянули в Коран аят, но никому они не могли навредить без соизволения Всевышнего Аллаха. То есть, когда человек, у него есть такой иртикат крепкий, твердый, якин, убеждение, что все от Всевышнего Аллаха и по его воле, то это, когда воздействует на его душу, будь это сглаз, будь это порча, будь это зависть, воздействует, то у него же стойкая, крепкая душа тоже у самого. И поэтому оно может на него не подействовать. Или даже подействовать, как мы говорили, в легкой форме. Но когда человек, он слаб, слаб духовно, то на него, конечно, это воздействует по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому у человека должно быть убеждение, что именно понимание и осознавание. Бывает знание, бывает осознание, что когда человек осознал что-то. Поэтому у него должно быть осознание именно, что все от Всевышнего Аллаха. И это многие болезни даже у человека, то, что бывает, связаны с нервами и так далее, из-за каждой мелочи, которую человек нервничает, когда он знает твердо, что все от Всевышнего Аллаха, знает иман, веру, шесть толповых имана, то у него не бывает на почве нервов, у него не бывает на этой почве каких-то болезней и так далее. А те люди, которые не имеют этих убеждений, то у них бывает чуть не каждый, который даже обращается к психологам из-за стресса. Что касается шариатского решения насчет тех мусульман, которые практикуют колдовство, то большинство ученых склоняются к мнению, что если колдовство содержит в себе куфр неверии, например, как взывание к божествам другим, к идолам, обрядам определенным, в котором содержится многобожие язычества, веру в то, что какие-то планеты, звезды обладают самостоятельной способностью влиять на вещи и так далее, то это будет неверимым. То есть кто практикует это, этот человек выходит из религии ислам. Если же в самом колдовстве нет этих элементов куфра, то есть он другим способом как-то сотрудничает с джинами, то это является харамом, является запретным, но не доходя же до куфра. И это является более правильным мнением, то мнение, на котором были правильные предшественники, как Класим Абу Аббейд и имам Аш-Шафи'и, и другие ученые. Но в наше время мы знаем, к сожалению, практика колдовства, она стала почти как нормой жизни для мусульманских народов. Мусульмане, даже практикующие, даже которые намаз совершают, которые практикуют религию, зачастую даже не видят проблемы в том, чтобы обратиться к колдунам для приворота супруга или супруги. То есть, допустим, что мой муж там не ходил, куда попало, налево, идут к колдунам, делают сихар, привороты делают, думают, что этим как бы я сделал лучше, но на самом деле этим бывает хуже. И это как бы они объясняют желание, чтобы спасти свой брак. То есть все, что запретно, в этом благо не будет. Хоть какой-то период будет казаться, вот это же пользу чуть принесло, пройдет время, об этом будет очень глубоко сожалеть. И финансовую часть потеряет человек на этих колдунах, на этих сахирах. И вдобавок еще сам тоже в грех впадет. А если будет и дальше делать то, что они повелевают, и там будут содержаться какие-то обряды, которые связаны с язычеством, то человек может и отступить от религии ислам. Поэтому пусть мусульмане, они будут осторожны с этим, когда что-то бывает, и есть творец всех и всего, Всевышний Аллах. Пусть просит Всевышний Аллах, пусть ищет причины, которые Всевышний Аллах дозволил. Пусть, если сложности какие-то в жизни бывают, пусть они не думают, что есть такие чудодейственные вещества, которые рукой махну, которые могут себе проблемы убирать. То есть такого не бывает. Нужно решать эти проблемы. От проблем не нужно убегать к колдунам и так далее. Если есть какие-то проблемы, нужно смотреть, как решить. Нужно в корень этих проблем смотреть, в этих ситуациях. И постараться их решать, уповая на Всевышний Аллах. А не искать где-то в запретных местах решения этих проблем. Иншаллах, на этом мы завершим эфир. Вальхамду лилляхи рубили алямин.